Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курахтианапа, Пионерский проспект. Это действительно относится к городу Анапа. Мы слышим, как работают аниматоры. Это жемчужная Россия с правой стороны. Сейчас там отдыхают с новых присоединенных территорий детки, которые заехали. Говорят, что там в районе 4 тысяч детей должно приехать вообще. В общем, дай бог им хорошего отдыха. Самое главное, классная погода. Температура воздуха на 17 октября 2022 года у нас сейчас 19 градусов. В принципе, как и обращали синоптики. Но это было на солнышке. Хотя вот сейчас был на Болговещенской. Катался на кайте. Немножечко получилось и попрыгал. Сегодня хорошо. Плотный, классный ветер. Дует в районе 10 метров в секунду. Получилось довольно-таки классно. Но он отодвигает теплую воду. И вот на песчаных пляжах у нас в Анапе водичка примерно градусов 19. А вот туда, где каменный, там 21, еще 22 держится. Сегодня на обзоре, как вы поняли, у нас будет проход к морю. Пляж Жемчужина России. Посмотрим, как он выглядит в межсезонье. Я, кстати, взял с собой вот он, наш Орванчик. Полетаем, посмотрим, как выглядит вообще все вокруг. Если он, конечно, взлетит, потому что в этот раз я его чинил сам. Моя пайка желает, конечно, лучшего. Но будем надеяться, что все прям хорошо и все получится. Единственный момент, что увидим мы этот видеосюжет, скорее всего, не сегодня, а завтра. Машин, видите, что здесь достаточно много. Там у нас встречаются ребята, очень важные в рубашках. Ладно, не будем их показывать. Ну, вот он, проход к морю Жемчужина России. Так и называется арочная конструкция. Со времен Полякова она здесь и осталась. Влево можно прогуляться по Пеневскому проспекту. Попасть на этот пляж можно 128-й, либо 114-й маршрутки. Из Анапы, свитези, джемоты, вдруг вам захочется полазить по высоким дюнам Анапы. Это будет прекрасно. Сейчас время идет к закату. А почему, кстати, вы ролик увидите завтра, а не сегодня? Потому что сегодня вечером приезжает Артурева. Мы решили где-нибудь собраться. Я, Рустем Артур, еще один наш подписчик. И посидеть, немножко погутеть. Возможно, будет даже трансляция. Вот если трансляция случится, то 100% завтра. А так может быть сегодня. Короче, я сам не знаю. В общем, смотрите в тот момент, когда вы его видите. Супермаркет не работает. Аптека не работает. Здесь, короче, вообще ни хрена не работает. Нет, нет для кого. Там в районе ЖК Кавказ. С самого есть магазины. Большой такой. В ту сторону есть пятерочка. Там фрукты, овощи. Все продается. Вы не подумайте. А то мне после прогулки по параллели написали ребята. Говорят, Юрий, а где вы вообще покупаете себе продукты? Все есть. Не переживайте. У нас не только все возле моря. Просто местные не ходят на море. И вы сейчас увидите, что количество людей, которых мы увидим, будет не так-то уж им большим. Здесь, вы помните, было очень много разнообразных торговых точек, павильончиков, столовых. Сейчас не работает совершенно ни одной торговой точки. Вот так вот выглядит этот коридор. Ничего, собственно, интересно. Мотаем дальше. Ну, прям совсем ничего не работает. Я не знаю, что с этим делать, друзья мои. Мы прошли этот проход. Ничего интересного не видели. Никаких изменений, кроме того, что здесь было, когда все, что шашлычка. И здесь посносили все. Наверное, что-то будут менять, что-то будут строить новое. Вот так вот нам сейчас вон туда переносимся. Смотрите, ребятки. Комары. 17 октября. Одуванчики. Чтобы лето не кончалось и всегда была такая погода. Походу, нет. Устойчивые одуванчики. Походу, синоптики не врут. И с конца недели уже будут похолодания у нас. Комара даже трогать не буду. Пускай пьет, блин. Все лето их не было. Не, улетел. Ну, куда? Пошли со мной, я тебя докорблю. Действительно, радуешься всем вот этим вот ярким цветам от цветов. Цветам от цветов. Как звучит красиво, это автологично. В ту сторону есть гостевые дома. Допустим, гостевой дом Агата и много новых, которые появились ранее. Ну, с левой стороны у нас Анапа. Санаторий МВД, который здесь находится с таким вот некрасивым забором. И супер-проход на море, друзья. Ну, они, наверное, самые красивые и популярные в городе-корроте Анапа. Ничего красивее просто придумать не могли. Лавочки, освещение хотя бы сделать. Ну, ладно, освещение тут с этих фонарей иногда бывает. Лавочек точно не хватает. Между такими двумя заборами было просто по кайфу сидеть, чувствовать себя в России. Здесь, походу, вовсю началось строительство. Интересно, заезжали ли у нас сюда, ребята, или нет. Прям вовсю. А, нет, это в старых территориях. Ну, машинах здесь напарковали прям вообще круто. Смотрится. Закат, красота. Ну, у тебя что говорить, если здесь у нас вовсю столовые стоят на дюнах. Я тут за какие-то машины там в стройке. О, господи, как говорится, Юрик, молчи. Вот здесь видно, что ветер метет больше десятки, но что только 10 метров дают поднятие именно песка. Это я уже какая-то знаю. Раньше не знал. Вот теперь приходишь на пляж, видишь, если поземка с песочкой летит, значит, порыв идет выше. А когда постоянно летит, значит, постоянно ветер идет именно 10 метров. Здесь просто у нас гасят тополя, поэтому немножко меньше именно самого ветра. Пойдем на дюну, потому что сначала хочу полетать, пока еще есть солнышко. Хотя можно пойти на пляж полетать. На дюну все равно классно залезть, чтобы посмотреть всю эту красоту. Когда нет строения, тут туалет стоял, все было заделано. И пляж смотрелся совершенно по-другому. Еще от санатория Анапы остались два домика, которые пока уродуют пляж. А в основном здесь просто красота. А вон еще полицейский домик, который также мешает пляжу выглядеть нормально. Фантастика эти, правда, ребята? Просто нереально смотрится этот кадр. Солнышко, морешко. Практически нет людей. Юрик оставляет свои следы. Красота. Здесь у нас на пляже теперь есть освещение. У этих таблеточек тоже классно. Ничто не купается. Я сегодня в воде провел больше двух часов. Но в Лимане там вода даже холоднее. Правда, я был в гидрокостюме. И здесь бы тоже с удовольствием, наверное, искупался. Пока не хватает сил. Надо их возвращать, восстанавливать и купаться по утрам. Посмотрите на эти природные сооружения, дюнами зовущиеся у нас. Почему это дюны, а не барханы? Может, вы даже не слышали, не знаете. На дюнах есть жизнь. Это деревья, какие-то растения. На барханах в то, что их хотят превратить. Это не от жизни. Просто пески, которые убивают все вокруг. То есть у нас живые дюны. Этим вообще надо гордиться. В районе Паруса, кстати, много людей. Он, значит, работает. Это тоже хорошо. Но мы спускаемся. Так вот. Чух, чух, чух. Ах, нога, нога, нога. Ну, хочется бежать. И уходим в закат. Здесь ребята на полицейском домике сидят. Отдыхают. Ветра там меньше. Все, кстати, с собаками, вот, смотрите, поприходили. Сейчас, я думаю, наши братья меньше никому особо мешать не будут. Это простор. Реально им хочется делиться. И хочется показывать. Я кусочками снимаю сегодняшний видео сюжет. Но здесь мне хочется, чтобы вы просто оценили масштаб. Ведь он действительно большой, этот наш пляж. Поэтому они ценятся. Горы песка, песчаные, трое тело, пляжи. И 100% самое чистое море, которое вам сейчас тоже покажу. Еще и в лучах все это закатного солнца. Вай, вай, вай. Мама, где это мы? Не знаю, разглядеть или нет, но там девушка пошла купаться. Видно или нет. И, как я и говорил, море. Посмотрите просто какое. Чистейшее. Хочу в него занырнуть, но не сегодня. Обязательно это сделаем. Мои друзья, дорогие, температура воздуха в городе-корроте Анапа 17,1 у моря. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.